итак сейчас мы начнем готовить наш новогодний стол начнем мы его с оливье но мы его заправлять майонезом не станем мы его сначала порежем вот у нас он будет вот такой колбасой с ветчиной зелень тут вот овощи яйца в миске стоят и будем резать мы его с помощью мелких кубиков в резалке специальной вот в такой вот резалке мы делаем всегда оливье вот в таких кубиках вот яйца мы уже порезали сейчас займемся овощами морковкой и картошкой вот тут в миске они у нас есть вот сестра уже нарезает на небольшие кусочки чтобы сюда удобнее ложить и так вот яйца с морковкой и картошка готова сейчас займемся ветчиной и колбаской немножко порежем потом добавим уже зеленый горошек и так вот мы порезали ветчину и колбасу и сейчас опустим это в миску и пойдем открывать горошек вот вот так вот выглядит оливье и вот там сидит наша кошка кстати ветчину она поела мы ее чуть-чуть угостили вкусная ветчина вот и очень даже красиво получается вот с двумя видами колбасы сейчас займемся сначала все-таки зеленью подумали а потом уже добавим горошек привет мастер скажи домой наша кошка решила контролировать процесс готовки еще тут у нас диска шар включенный она сейчас только что недавно смотрела как они бегают по потолку вон несколько бегают вода и она за ними смотрела кстати для горошка мы использовали вот такую вот открывашку покупали фикс прайсе цену уже не помню не скажу очень кстати хорошо открыла но по крайней мере пока что вот она еще новая то очень даже хорошо открыла и сейчас мы еще возьмем по моему свежие огурцы и соленые огурцы соленькие у нас тоже будут как горошек от красной цены и так вот такая миска оливье получилось сейчас мы немножко подсолим может быть чуть-чуть перчика добавим и будем убирать уже в холодильник закроем крышкой у нас к этой миске есть крышка и займемся дальше приготовлениями к новому году так дальше мы подготовили картошку я почистила картошку для того чтобы запекать ее в беконе и пока она будет отмачиваться мы будем делать мясо по-французски подушку из лука мы уже положили на пергамент сейчас займемся нарезкой мяса у нас свиной карбонат мы хотели свиных краешек но там были краешки с этим с большой слойкой жира которую надо будет срезать нам не понравилось и мы взяли вот такой красивый кусочек карбоната сейчас от него отрежем несколько кусочков 2 немножко отобьем у нас вот такой вот новый молоточек для мяса фикс прайсе покупали цену уже не помню вот и будем класть сюда на луковую подушечку мы кстати пергамент он силиконизированный но мы вы все равно немножко смазали растительным маслом на всякий случай вот такие два кусочка получились правда один получился чуть тоньше чем другое ну ладно как-нибудь потом там все равно немножко под уменьшится во время запекания и еще мы будем мяско пинут когда от объем немножко обваляем вот в такой приправе для вкуса вот вот такие кусочки получились после отбивания сейчас будем обвалять в специях так вот мясо лежит уже в специях ананас у нас будут вот такие вот пример raw taste мы покупали сейчас найду картинку так вот вот фокус сконцентрировался вот такие красивые пахнет кстати как обычный ананас консервированные любой другой марки так вот мы уже положили ананасики на мясо сейчас посыпем сыром вот так мы посыпали сыром сейчас немножко сыр смажем майонезом через кондитерский мешок чтобы он не пригорел во время запекания и так вот мы положили майонезиком такой вот небольшой сеточкой сейчас будем ставить в духовку запекаться минут 40 45 но все зависит от духовок у каждого она по-разному работает на 180 градусов так сейчас мы займемся тарталетками с икрой их мы в этом году будем делать вот таких квадратных тарталетка но и про у нас не настоящая имитирована но она в принципе вкусно от балтийского берега вот такая черная и вот такая красная нам в принципе они нравятся по вкусу такая достойно если не принимать на нее качество настоящей икры то она как самостоятельный продукт очень достойная и будет творожный вот такой сыр кремного еще мы украсим немножко огурчиком этих тарталетки лимончиком и лаймиком одна партия тарталеток будет выглядеть вот так и вот вторая партия тарталеток вот такая с огурчиком и лимончиком сейчас будем делать рулеты из ветчины с сырной чесночной смесью вот у нас лежат кусочки ветчины я их уже обсушила немного бумажным полотенцем и вот здесь у нас чесночная сырная смесь у нас правда нет вареных яичек уже готовых мы сейчас уже не будем ставить мы вот сделаем чистого то есть твердого сыра либендорф что остался майонез и чесночок и обваляем краешки в укропчики вот такие вот рулетики получились мы их обваляли по краям немножко в укропе вот укроп тут закончился сейчас мы немножко поддобавим и вот эти остатки тоже сюда уложим сейчас будем делать стейки форели на электрическом гриле мы покупали на рынке целиковую форельку и разрезали вот ее на стейки вчера выложили разморозили вот сейчас будем обваливать специи правда у нас специи для рыбы нет мы возьмем вот такую приправу так фокус пропал для свежих овощей это идет приправа вот сфокусировался и и потому что у нас больше всего осталось вот и будем использовать ее да и кошка уже чует рыбу и так вот первые три стейка уже готовы ну или почти готовы сейчас начнем готовить картошку в беконе бекон у нас вот такой от дымового сыра копченый картошку нас уже помылась отмочилась даже пока мы тут другие блюда готовили и будем обсыпать ее в той же приправе со свете для свежих овощей так вот так вот выглядит бекончик вот две половинки мы уже завернули 10 картошка в специях сейчас будем запекать на гриле курицу куриное филе для салата цезарь так вот первая партия курочки уже запеклась ну и осталось нам приготовить печенье такое вот из готовой смеси имбирное ну и будет можно потом еще собирать цезарь попозже поближе останется как такое вот блюдо и остались только мелочевки нарезки фрукты ну и все собрать на стол так что почти что мы все приготовили а делать печенье мы будем с помощью вот таких вот формочек покупали фикс прайсе вот такое тесто получилось мы немного присыпали на коврик кукурузной муки вот такой у нас у нас другое нету чтобы она меньше прилипала и доделали его теперь вот ему нужно пять минут постоять и можно будет уже раскатывать и вырезать формочками печенье вот так вот тесто мы сейчас раскатываем и потом будем уже врезать формочками вот такие первые формочки мы сделали сейчас подогреется духовка и мы отправим их на запекание на 15-20 минут при 180 200 градусов вот такой вот стол у нас получился в следующем году Субтитры создавал DimaTorzok